Это я не петцилую, а сама кошку свою глажу. Две летающие тарелки кошачьи. Пустите меня, я хочу с вами тусить, они говорили. Не, иди вон туда. Классно, очень красиво. Эй, друзья, всем привет. Всех с Новым Годом. Мы записывали обращение, но не получилось его выложить, потому что интернета нет, у нас отключили интернет. В общем, еще раз всех с Новым Годом, с новым счастьем. Всем всего-всего, чтобы поставленные задачи все исполнялись, чтобы все было легко. Верьте в себя, и все будет. Женя, поздоровайся. Спасибо. Всем привет. Я хочу со своей стороны всех поздравить с наступившим уже Новым 2019 годом. Всех целевиков, кто ставит цель. Всем пожелать легкого прохождения этого тернистого пути и быстрого достижения поставленных целей. Целевиков? Целевиков, да. Люди, которые ставят цели на год, на несколько лет вперед. Кто это делает, было бы круто, если бы в комментариях писали. Потому что я, например, пребывая здесь, ну, чуть-чуть без пяти минут в неделю, я поняла, что я без цели не могу жить, и меня съедает депрессия. Вот. Ну да ладно. Женя, в общем, как Оскар Картман, миллионер. Она постоянно что-то записывает, записывает, ставит себе какие-то цели. Ну, в общем, молодец. За это ей прям хоу и респект, уважуха. Кто делает так же, пишите в комментариях там. Ставьте лайк, кстати. Вот, находимся мы сегодня. Давай расскажем, чего мы приехали сюда. Мы находимся в центре Алании. Сегодня мы ищем какой-то фуникулер. Женя куда-то хочет. Ну-ка, расскажи нам все сама. В центре Алании есть что посмотреть. Здесь есть старый город, здесь есть крепость, и здесь есть пещера. Вот мы хотим сегодня посетить эти места. Я вообще обожаю посещать новые, точнее, не новые места, а именно со стариной. Там, где я нигде никогда не была. Крепости всякие, да? Крепости. В общем, прикосновение к культуре для меня это очень важно. Вы знаете, как развитие личностного внутреннего духовного роста, что ли. Вот. Что еще? Похоже, Женя, на гопничка, на такого маленького. Мне очень полно. Я хочу вон туда зайти, спортивный костюм, посмотреть, сколько стоит. Ну-ка. Так мы же хотели... Смотрите, нашли здесь какой-то небольшой арт-хаус. Женя тут сразу... А Никита говорит, что это я не кирцулую, а сама кошку свою глажу. Да. Прикольно тут все с котами, да? Не, вот это там все. Смотрите, нашли такой симпатичный домик. Это какое-то административное здание сюда, судя по всему. Театро. А, демонтеатр, что ли? Культур, меркеси. Видите, я уже по-турецки могу. Видите, тут две летающие тарелки кошачьи. Марсианск. Ну вот, смотри, все правильно. Вот она гора, и здесь это должен быть фуникулер. Все, мы нашли фуникулер. Я был прав, прям пришел к фуникулеру, смотрите. Сейчас мы туда поедем, на ту крепость, и вам все покажем. Будет круто. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так раньше строили. Сколько, интересно, лет, да, этой крепости? Нам бы экскурсовода. Но сейчас на экране появится, сколько лет этой крепости. Вот строили, да, на века. А, смотрите, нашли здесь кафешку какую-то. Ресторан, да? Ресторан. Тут, наверное, будет супер все дорого. Американо 10 лир. Ну, в принципе, как там. Пойдем-ка кофе возьмем. Смотрите, какой у нас крутой кофе-брейк на вот такой вот высоте. Которую я не знаю, да? Но от незнания высоты нам хуже не становится. Честно говоря, очень прям воодушевляет такая красота. В общем, смотрите, я нашел здесь 1817 год. Вот так здесь все это дело выглядело. Потом 36-й год, 36-й год. Мне кажется, все это дело в каких-то военных целях здесь эксплуатировалось. Здесь уже 20-е годы, 40-е годы, 50-е, 60-е. Видите, они уже какая-то чикагская мафия. Ослик. Мне почему-то фильм с Шуриком сразу напоминает. В следующий раз, в общем, я когда пойду в такое историческое место, я обязательно предварительно начитаюсь всей информацией про этот объект, про этот объект, про это место. И буду уже вам что-то рассказывать. А так, что-то мы не подготовлены, и рассказать нечего. Только охать-охать. И даже я не понимаю, что это такое. Здесь может быть тоже какие-то... А, ну да, здесь, видите, тоже могилы, что ли, какие-то. Прям, да, древний город. Здесь жили люди, ходили себе. Что это? Это как музей. Это... Это как колодец, на колодец похоже? Да. А, ну это колодцы, видимо, здесь. Да, и они их укрыли, чтобы они не разрушались, чтобы сохранить культуру. И можно было посмотреть. Молодцы. Представьте, да, как люди здесь жили, ходили сюда за водой. Там где-то у тебя был дом. Ты здесь живешь, что-то строишь отношения там с другими, там, какими-то людьми. Интересно. Верхний Балкарий, там тоже был старый город. Ага. Ну, там настолько было все непонятно, все разрушено. И мне кажется, через еще лет 50 там вообще ничего не останется. Ну, здесь же, да, надо ухаживать. Видишь, за этим все как-то... Видишь, накрыли там стеклом, убрали. Так, друзья, Женя уже запыхался. Дошли мы, смотрите, до какой-то оборонительной стены. Здесь раньше отстреливались, да, от нападений. Прикольно. Ну, пойдем вовнутрь. Мы не пойдем. А, мы не зайдем. Да, не зайдем? Блин. Ну что, пришли мы вот до таких ворот, дошли, тут все закрыто. Здесь, наверное, просились в город всякие юродивые. Пустите меня, я хочу с вами тусить. Они говорили, не, идем туда, к челяди. Да? Я не знаю. Я сам писал историю. Как вам мое историческое воспроизведение событий? И вот эти бочки, смотри, нету на них дырок сверху. А-а-а! Кинь, ты понял, да? Это, в общем, солнечная батарея. И от нее они нагреваются. В воду, да. Офигеть. Офига, они какие умные. Молодцы, да? Какие умные. Ну все, мы покушали. Смотрите, идем вот сейчас в сторону моря. Здесь, пожалуйста, вам детская площадочка. Причем такая, да, довольно-таки современная. А вон помните, со специальным покрытием. Здесь, что это, баскетбольная площадка. Там дальше еще и теннис. Ой, господи, детская площадка. Пойдем на море, посмотрим. Обратите внимание, как аккуратно вокруг дерева сделаны клумбы. Да, вот они с зеленью вообще молодцы. Они прям умеют ландшафтный дизайн делать. У нас поучиться бы, да, у них? Здесь, смотрите, тренажеров. Куча. Летом я представляю здесь, да, народу, наверное. Тьма тьмущая. Такой здесь интересный у них песок. Все равно валяются бучки. Ну, сейчас не сезон. Да, если бы не кидали бучки, то они бы и не валялись. Ты обратил внимание, что они не очень чистополотные народы? Ну, конечно, обратил. У нас сегодня на столе столько мусора было, и ходили мимо. Даже никто не подумал обратно. Не мусора, в смысле мы поели, и долго они очень убирали. Но у нас, я говорю, немного повыше уровня. Ну да, а мне кажется, просто это как-то у них. Ну да, они немножко такие. Мне кажется, мы почистоплотнее народ. А вот оно море. Как-то оно не похоже на наше почему-то, да? Что-то какое-то другое. Не могу объяснить почему, но оно почему-то не похоже на наше. Вроде та же вода, но как-то она по-другому себя ведет. Ну, 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 ну. Как бы так потрогать море и не намочить туфли. Ну, слушайте, вода-то такая вообще. Я бы даже не сказал, что прохладная. Прям ближе даже к теплой. Класс. Смотрите, да, обратите внимание. Очень широкая пляжная полоса. Никаких себе миллион вот этих вот пирсов. Миллион вот этих. Как они там называются? Я уже забыл. Пламя-гасители эти. Как они называются? Волно-резы. Пламя-гасители. Классно. Очень красиво. Ну что, друзья, все. На этом наш сегодняшний живописнейший, как мне кажется, выпуск подходит к концу. Надеюсь, через камеру нам удастся передать всю вот эту вот красотищу, которая была. Ну, а на самом деле нужно побывать здесь, конечно же, самому. На все это посмотреть. Наверное, летом здесь вообще, да, сотни, там, мне кажется, толпы народу, да, на этом пляже. Все занято будет. Вот. А сейчас самое такое время, когда можно прям насладиться природой, да, наверное, так? Да. Что касается понедвижки, да, у нас 6-го числа только выходит на работу наш риэлтор. Поэтому по недвижимости, где мы будем ходить по квартирам, где мы там будем задавать всякие каверзные вопросы, будет уже после 6-го числа. Все, всем пока, всех еще раз с Новым Годом. Ага. Да, всем пока. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok